Здравствуйте, меня зовут Инна Ивановна Яловинская, я врач от Арина Ларинголог, Реал Клиник. Сегодня мы с вами поговорим об искривлении носовой перегородки. Искривление носовой перегородки – это часто встречающая патологию пациента, потому что идеально ровной носовой перегородки нет ни у кого. В той или иной степени она искривлена у всех. Есть травматическое искривление носовой перегородки, там ситуация другая. Искривляется четырехугольный хрящ, и он может давать выраженные затруднения функции носового дыхания. Когда на искривленную часть носовой перегородки накладываются другие проблемы, связанные с носом в виде аллергического процесса, тогда это требует внимания и доктора, и пациента, и зачастую заканчивается это оперативным вмешательством. Искривление носовой перегородки еще мешает в ситуации, когда у пациента часто синуситы. Особенно это воспаляется, когда верхнечелюстные пазухи, лубные пазухи, и когда частые обострения мы не можем купировать, мы тоже пациенту рекомендуем оперативное вмешательство. Перегородка, она только оперируется, она консервативно не лечится. Второй очень важную роль играет это затруднение функции носового дыхания, потому что когда не дышит нос, начинаются проблемы у пациента с головной болью, с храпом, с сонной апноэ, то есть проблем возникает много. Со временем они возникают, время это год, два и пять. Для подтверждения диагноза вам нужно посетить врача от Арина Ларинголга. На осмотре доктор определяет искривление вашей носовой перегородки и показания к оперативному вмешательству. Сама операция требует подготовки, как обычная операция. Это весь скрининг госпитальной покрови, обязательно при такой операции компьютерная томография пазух носа, чтобы доктор оценил состояние не только перегородки носа, но и пазух носа. Посещение терапевта, кардиограмма, стоматолог, кардиолог, весь предоперационный список пациент должен пройти. Операция проходит под наркозом, уровень анестезии определяет врач-анестезиолог, который у нас есть в клинике. Название операции – это септопластика. Искривленная часть носового четырехугольного креща отсепаровывается от слизистой и укладывается по средней линии, фиксируется тампонами. Через неделю у пациента полностью восстанавливается функция носового дыхания. Послеоперационный период длится буквально неделю. За неделю проходит отек, проходит образование корочек полости носа. Функция носового дыхания восстанавливается. Продолжение следует...